Здравствуйте, дорогие друзья! Слава Богу, что у нас каждый день есть возможность присоединяться к небесным посланиям и открывать свое сердце для того, чтобы нам жить с благодарностью пред Богом и питаться с каждым днем, усиливаясь и действуя. Потому что люди, чтущие своего Бога, усилятся. А что значит почитать Бога? Это почитать Его Слово. Это почитать Его послания в нашу жизнь и к ним относиться образом жизни, преображенным. Когда мы приходим такие, как есть, но читая Его Слово, вникая в Него, мы меняемся, и наша жизнь, она становится преображенной в образ Христа. Так как сегодняшний день Шавуот – это праздник, который празднуется у евреев, но для нас это имеет значение, потому что, во-первых, для нас это праздник, соединенный уже с Пятидесятницей, но так как у нас Пятидесятница будет чуть-чуть позже, поэтому сегодня я хотела бы поговорить именно об особенностях Шавуота. Что это значит? Это праздник первых плодов, и это праздник дарования Торы, то есть Божьего закона через Моисея на горе Синай. И поэтому для нас с вами ценность этой даты или этого времени, этого праздника, конечно же, огромная. Потому что если бы Бог не дал своего Слова человечеству, то тогда каждый поступал бы так, как считается справедливым. Хотя, конечно, и сейчас много тех людей, которые так живут, но критерии истины появляются у тех, кто сердце свое открывает для Божьего Слова. И тогда мы начинаем понимать не культурный слой, не традиционные какие-то особенности, а что Бог именно говорит о нас, и что Он имел в виду о человечестве или о человеке в целом, чтобы наша жизнь состоялась в Нем. Поэтому, конечно же, я хочу вас поздравить с этим событием, что Господь послал свое Слово на землю и дал человеку узнать критерии истины, дал узнать те принципы, по которым можно жизнь свою созидать, строить, преображаться в его образ и в его подобие. На что смотрим, то преобразуемся. Поэтому, чем больше мы вдираем Божье Слово и в его Дух послания, тем больше мы похожи на нашего Творца и на Спасителя в лице уже Иисуса Христа, явившего образ Отца. Сила Святого Духа нам помогает все это получать, переваривать, растворять веру и превращать практику жизни. И поэтому сегодня я хотела бы с вами посмотреть на местописание 137-го псалма, где как раз идет речь о Слове Божьем. Я думаю, что каждый из нас понимает значение имен Бога в нашей жизни. Имена, почему их множество, потому что это грани возможностей, которые открываются для человека в Боге. И те возможности, которые нам нужны прямо сейчас, то мы начинаем именно эти имена приглашать, призывать, чтобы они были востребованы в нашей судьбе. Как часто мы обращаемся к имени Иегова Рафа, чтобы исцеление приходило в нашу жизнь. Но сейчас я хочу просмотреть один текст из 137-го псалма. С первого стиха «Славлю тебя всем сердцем моим пред богами, то есть или перед ангелами пою тебе, что ты услышал все слова уст моих. Поклоняюсь пред святым храмом твоим и славлю имя твое за милость твою и за истину твою, ибо ты возвеличил слово твое превыше всякого имени твоего». То есть слово стало выше любого имени. С одной стороны, мы реально понимаем, и слово стало плотью, обитало с нами, полная благодать и истины, когда идет речь об Иисусе Христе. И вот оно стало плотью и обитало с нами, полная благодать. На самом деле, Бог это слово воплотил в жизни Иисуса Христа, чтобы мы с вами могли прикоснуться уже к практическому христианству в его лице, потому что он ничего не делал, не увидев Отца Творящим, ничего не говорил, не услышав Отца Говорящим, потому что это полное послушание и подчинение себя Богу. Я хочу вместе с вами поблагодарить нашего любящего Отца за слово, которое нам послал и воплощенное в лице Иисуса Христа, и записанное, которое мы сегодня имеем под названием Евангелие или Библия. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что у нас есть сегодня такая привилегия молиться и быть услышанными на высоте небес. Для нас это на самом деле огромное привилегия знать, что наш Господь оставил нам инструкцию для жизни, послал нам слово вдохновения, исцеления, преображения, и там, где мудрость Твоя струей может течь в наши сердца и наши судьбы. Я благодарю Тебя, что это слово в нас может вселяться могущественно. И кто еще не открыл свое сердце для того, чтобы туда пропустить Твои мудрые потоки и наполненные жизнью, энергией, небом и дыханием, пусть сердца зажгутся жаждой и потребностью познавать Тебя больше, глубже и масштабней. Я благодарю Тебя, что Ты нас слышишь и принимаешь нашу благодарность за слово Твое, которое питает нас и формирует в Твое подобие для того, чтобы встретиться с Тобой навечно и соединиться в единый поток отношений. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин